Бамс, бамс. Привет, мой друг. Как твои дела? Я думаю, что у тебя все охуенно и погодка у тебя пиздатая. И сегодня у нас на обзорчике Чебака, о которой я уже много говорил, много показывал и та, которая мне понравилась. Что у нас сегодня есть? Сегодня мы вообще поговорим о Чебака Микс. Это прям новинка-новинка-новинка у компании Чебака и у меня есть все вкусы. Я их все прокурил, я их все покурил, поэтому могу тебе про них рассказать, что прям стоит купить, а вот что мне прям не понравилось в этой Чебаке, именно в линейке Микса. Также я просто ненароком покажу тебе новые пачки Чебака. Это классическая линейка и ребятки сделали прям ребрендинг. Пачки стали крутые, интересные и тут много на самом деле есть информации взади. То есть это тот момент, когда ты покупаешь пачку и каждый определенный вкус взади несет что-то интересное. И у тебя есть там 5 секунд просто это почитать и насладиться, а потом пачку, соответственно, можно будет уже выкинуть и забить из этого чашечку. По новым вкусам я, честно, не смог разобраться. Это у меня линейка Стронг и вот так вот все это круто, ярко, весело выглядит. Но не об этом, не об этом. Об этом поговорим как-нибудь в следующий раз. Что у меня в чашке? Колян у меня механика, чашка у меня Davo Brand. И так как все вкусы в соло я уже прокурил, я соизволил себе из микса сделать микс. Что здесь? Здесь 50% сливочного печенья и 50% манго-ромашка. Как вы, наверное, уже поняли, самые два топовых вкуса среди 7 вкусов Чебака Микс. Это манго-ромашка, это просто unreal вкус и, конечно же, сливочное печенье сразу максимально в топ. О нем мы тоже поговорим. Пока непонятно, потому что вкусы немного неправильно смешались. Ну, как бы вам объяснить. Короче, блядь, чара загорится, будет охуенно. Не нагоняем, блядь. Так, давай разбираться. Чебака Микс идет вот в таких вот прикольных баночках. Они тоже такие текстурные, типа легко их открывать. Ты берешь, просто так поворачиваешь, и они открываются. Далее. Здесь у Чебаки есть уже вот такой вот фольговый, так сказать. Как это называется? Фольговая пломба, назовем ее так, да. Ты можешь определить, открывали твою пачку или нет. И открывается она, не сказать, что прям очень здорово, но обратно ее, в принципе, очень сложно приклеить, так, как это было изначально. Если ты пришел в магазин и понимаешь, что тебя пытаются наебать, ты всегда можешь предъявить за эту, так сказать, пломбочку. Давай теперь пойдем по вкусам. Начнем, наверное, конечно же, с топ-топ. Топ номер один – это манго-ромашка. Кто пил Nexty, Nasty, Fuse Chai, как они еще называются, у них есть вкус тоже, манго-ромашка. Или просто ромашка. Короче, вот это прям топ-топ. Это прям стопроцентное попадание. И знакомиться с этой линейкой я, конечно, порекомендую с манго-ромашки. Прям обязательно. Если вы жесткий фанат чего-то такого кондитерского, сливочного и печеничного, то сливочное печенье от Чабаки – это просто тоже какой-то анрил. Очень круто получилось. Тоже рекомендую его покурить. Теперь, что касается немного негатива. Закинем давайте ложечку негатива в Чабаку, в их такую кастрюльку-микса. Ягодные... А, медовые ягоды. Фух, пошло не туда. Вы не подумайте, что я сейчас не могу протянуть с Чабакой-микс. Медовые ягоды. Максимально отвратный вкус для меня лично. Не знаю, как для вас, но для меня это прям неточное попадание. Вы, наверное, думаете, да, блядь, если ты все прокурил, отхуя ли у тебя пачки закрытые. Ребят, скажите большое спасибо Славе, то, что он притащил на смену всю линейку, мы ее там дружненько прокурили. Да, это непонятный вкус. То есть мед полностью убивает ягоды. Ягоды забирают яркость меда. И получается безвкусный, такой безароматный вкус, что мне не очень понравилось. Короче, я лично не рекомендую медовые ягоды. Если не хотите, как сказать, разочароваться, потому что у некоторых могут совпадать со мной вкусы. А фруктовый лед тоже топ. Если ты любишь что-то такое прикольное, свеженькое, при этом ягодное, а тут еще и киви, клубничка, то супер-супер. То есть вкус тоже очень крутой. Кислое желе меня не очень впечатлило. То ли недостаточно кислости, потому что я обращаю внимание, конечно же, в первую очередь на название. Кислое? Ага! Смешаем что-нибудь, добавим чему-нибудь эту кислинку, и будет здорово. Но по факту не так уж сильно и кислит. Ярко, очень похоже на всякие дропсы. Немного химози. Тоже закину в негативный вкус. Сливочно-лимонные вафли. В принципе, охуенные как вафли. Но мне кажется, что нужно было сделать просто сливочные вафли. Было бы здорово. Ну, хотя нет, тогда бы это не подошло бы под эту линейку. Дава, почему ты несешь хуйню? Это же линейка микс. Здесь должно что-то с чем-то миксоваться. Запомни это. Короче, лимончик немного выбивается из общей тональности. И даже если брать аналогию чего-то жизненного, я вам скажу так. Я не очень любил лимонные вафли в жизни. Если ты не любил лимонные вафли, но кайфовал от вафель с арахисом, с арахисовой пастой, ставь лайк и пиши про это комментарий, как ты охуевал от вкуса арахисовых вафель и готов с удовольствием найти их в нынешнее время, но ты их не найдешь. И, конечно же, айс бонбон. Помните, такой вкус был у Адалии вроде бонбон? Что-то такое. И он был топовым. Это тоже топовое. Это дерьмо топовое. Получилось очень здорово. Очень холодная, свежая конфета. И я думаю, она будет миксоваться абсолютно со всем. Поэтому про вкусы мы рассказали. Вы знаете, с чего начинать, с чего прокуривать эту линеечку. Ну и по миксочкам получилось очень здорово. Мы сохранили здесь манго, сохранили ромашку и добавили сливочности. Получилось очень здорово. Теперь общее представление. Давайте, наверное, так вкратце задену чебака. Короче, чебака в этом году просто охуенно подтянули себя. То есть, они были как прародителями, грубо говоря, основателями чайных смесей в России. Не знаю, как там в мире, юзали их или не юзали, но в России это чебак. То есть, любой чай ассоциируется с чебакой. И мне кажется, что они вначале думали, что типа мы первые и похуй, все, забьем на это хуй. Да, типа, ебать, нихуя не будем делать, будем там какие-нибудь вкусы придумывать, но ничего такого большего. Но когда на рынок поступила просто огромная волна разных чайных продуктов, да, это... Не буду их называть, короче, их очень много, и все они тоже более-менее крутые, то чебака зашевелились. Хм, блядь, а ведь нам уже наступают на пятки. О, смотри, а тот уже впереди бежит. А мы начинаем отставать. Скорее всего, такая мысль была у чебаки, и чебаки такие... Бам! Давай работать. Давай менять дизайн. Давай больше промо. Давай больше маркетинга. Давай все сделаем красиво, четко. Давай подключим это. Давай подключим это. Давай сделаем это колесо чебака. И вуаля, чебака в нынешнем виде заебись. Вот так вот примерно я вам выскажусь про продукт чебака. Это чай. Короче, скажу так. Чай, в принципе, засрать невозможно. Это чай. Здесь аромка, здесь все. Даже взять самый уебский чай на рынке про него нельзя. Много чего сказать плохого, потому что он в априори получается более-менее хорошим, нежели чем табак. Если чебака когда-нибудь скажет все, ебать, чайком наигрались, давай неси табачный лист, вот тут-то, возможно, пойдут уже разъебончики продукта. Да, прям конкретно. Табак говно, сырье дерьмо, консистенция дерьмо, блять, возможно. Возможно, да. Может быть, будет так же круто. Но при этом все, чебака микс и классическая линейка чебака выглядят очень симпатично. Пачечки текстурные, у них что-то там есть. Еще, еще, ребятки, давайте я же вам покажу, наверное, что он под финалем. Под финалем внешний вид. Пакетики здесь идут вот такие. Не то, что ты подумал, да, какие-нибудь фольгированные, там, а-ля Далья, Щербет, привет. Такие вот пакетики, и это очень круто. Цена, цена, конечно же, самая охуенная. Так что, ребятки, это Чебака, Чебако Микс. Это был даводым без очков, потому что я их где-то проебал в Москве. Также напиши в комментариях, что ты думаешь о таком фейсе без очков. Короче, я привык к очкам, и без них дико комплексую. Но надо эту хуйню перебарывать, потому что я не супер красавчик, я не самый красивый, но во мне есть что-то привлекательное. Так что, всем пока-пока, это был Дава Дым и Чебако Микс.